Вот так душевное тепло начался праздничный концерт для ветеранов муниципальной службы. Его открыл ансамбль народных инструментов «Малахит» детской музыкальной школы номер один. Более 30 гостей собрались сегодня вместе за чашечкой чая вспомнить былые времена. Мы своих ветеранов любим. Они отдали долгие годы службы родному городу, работали в совершенно разных учреждениях культуры, образования, администрация города, статистика. Если учесть, что это были советские годы, советский период, то все эти учреждения находились в горе-сполкоме, который объединял абсолютно все структуры городские. Поэтому эти ветераны знают, что такое город, знают, что такое управление городом, любят свой город, беспокоятся о его будущем. Муниципальных служащих ко дню пожилого человека собирают вместе уже более 20 лет. Концерты традиционно проходили на площадке детской музыкальной школы номер один и открывали творческий сезон учреждения дополнительного образования. В этом году гостей пригласили в малый зал Дворца культуры Северского трубного завода. Мы старались подобрать репертуар нашей коллективы, но тот репертуар молодости наших ветеранов, чтобы напомнить, что они вечно молодые. Мы знали, что они обязательно это поймут, они это почувствуют, может быть будут подпевать, потому что достаточно известные произведения. И больше легкой музыки, но звучало и классическое, потому что особая публика, она очень чувствует и классическую музыку, и эстрадную, то есть многожанровую. Я думала, это весна, а это вот теперь. Наталья Басова 20 лет проработала главным архитектором Полевского. Занималась выдачей исходных данных, проверкой застройки города. А сегодня с удовольствием встретилась с коллегами. Я ждала этой встречи, в общем-то настраивалась, что я получу здесь позитив, встречу людей, с которыми мне было приятно и молодые годы, и последующие. По словам Натальи Ивановны, и сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, она ведет активный образ жизни. Я довольна своей работой, которую я сделала для семьи. Это, можно сказать, история моей семьи. Я выпустила альбом, фотографический альбом, по сути, но с небольшими такими пояснениями, ремарками, отсылками ко времени, тому времени. Это, в общем-то, начала я в память своей бабушке Александре Осиповне Королевой. В течение всего вечера ветераны муниципальной службы слышали в свой адрес искренние пожелания доброго здоровья, хорошего настроения и долголетия. Татьяна Ваганова и Галина Драутер работали в финансовом отделе администрации города. Сегодня с радостью встретились и пообщались. Очень даже важно, всех увидим. Также мы не видимся, а здесь, пожалуйста. Мы с радостью собираемся, чтобы увидеться, пообщаться с бывшими коллегами. Мы так-то часто встречаемся. Очень интересные эти встречи, ждём их. В ветеранской организации муниципальных служащих Полевского 56 человек. Многие из них по-прежнему остаются в боевом строю. Активно участвуют в работе общественных организаций, помогают конкретными делами и мудрыми советами делать наш город уютнее. А сегодня встреча предоставила возможность представителям старшего поколения встретиться и отдохнуть душой. Наталья Вишнева, Сергей Чижов, Новости 11 канала.